всем привет ночное сегодняшнее видео вот с таких малышек это небольшие процессики вышивала я в прямом эфире это снегирь от волшебной страны осталось приклеить сюда фетр но пока я не клею все-таки дома будет пахнуть клеем а я хочу сразу несколько работ приклеить обычно я их набираю и потом в какой-то один день оформляю а помимо вот этих вот работ у меня есть еще небольшие магнитики от mp studio вот этот вот магнитик от фирмы овен очень красивый получился магнит здесь магнитная пластина клеится на всю площадь в отличие от mp studio там всего лишь клеются маленькие квадратики все это нужно будет аккуратненько вырезать и приклеить но поскольку хочу повышевать по вышивке соскучилась летом вообще очень мало вышивая поскольку дача природа нужно отдыхать побольше гулять ну вот сейчас идут дожди и даже это и к лучшему я уже соскучилась по вышивке поэтому хочу немножко продвинуть свои большие работы и в этом видео покажу полноценные видео снимать длинные тоже времени не хватает вся моя сейчас активная деятельность на канале жили были там влоги все прогулки мероприятия но если вам будет интересно то подписывайтесь ссылочки на все мои каналы есть под видео также из небольших работ еще ждут оформление вот такие вот пасхальные яйца на деревянных заготовках от фирмы волшебная страна и вот это вот от вот стич еще одну работу от вот стич не успела вышить весной и в общем есть еще вот такие вот клевые грибочки очень красивые все их вышила как дорожные процессы люблю я вот такие вот маленькие магнитики их с собой в сумочке носить не тяжело очень красивая разработка не все правда вышивальщицы понимают зачем вышивать такие малышки у меня есть видео где я оформляла эти работы и показывала с каким удовольствием внучка играет вот этими магнитиками и вот также нравится и вот такие вот игрушки на деревянных заготовках смотрите в предыдущих роликах один вечер повышевала павлина от dimensions у меня выше то уже довольно таки много она половина картины точно вышита а павлин продвигается быстро а вот эти вот цветы как-то продвигаются помедленнее из-за того что они бледные основа кофейного цвета кофе с молоком да и вот видите такие цвета можно сказать сливаются и вот здесь полукрест тоже идет вот таким же такими же нитками бежевого цвета песочного молочного бежевого но светло-коричного в общем как вам нравится вот идет полукрест и здесь очень много будет зашиваться полукрестом и вот что я вышила за вечер вот этот вот угол и сделала немножко бэкстич в принципе для одного вечера это много мне кажется это много а количество крестиков не знаю потому что вышивала не по кростич саги а по схеме по оригинальной схеме от dimensions вот видите какое количество здесь вот бэкстича идет вот и полукреста на самом деле павлин очень красивый вот здесь видите тоже идет полукрест но общем мало здесь не зашитых участков но фон вот много зашивается полукрестом ну ладно немножко продвинула в принципе дальше я не старалась вышивать эту работу хочется мне повышевать что-то другое уже сейчас следующий день хочется повышевать другую работу по всем работам соскучилась сейчас покажу что буду вышивать сегодня каждый день у меня не получается снимать фрагменты поэтому снимаю в один день но покажу вам все свои продвижения за последнее время это будет такой небольшой отчет в принципе все подробно я рассказываю в трансляциях смотрите прямые эфиры отвечаю на все ваши вопросы и там мы подробненько обсуждаем все процессы сейчас я хочу повышевать три богатыря от золотого руна мне на превью не очень нравились нравилось как выглядит копыта и вообще вот эти вот у коня ноги выглядели как-то похожие на бревна мне не нравилось но когда уже в готовом виде вот сейчас я смотрю это действительно копыта то есть как проработана схема на вот так вот в живую мне нравится гораздо больше чем на превью поэтому я думаю дальше тоже все будет отлично вышиваю я вот на такой вот подставочки пяльца нурки такая вот подставка и сейчас уже мне нужно будет передвинуть пяльца вот я думаю куда мне их передвинуться куда мне продвигаться в эту сторону или вверх наверно буду вверх чтобы вот так вот у меня часть картины была выше то сейчас я передвину пяльца и мы с вами посмотрим сейчас я постараюсь чтобы вам было заметно как выглядят допустим тысячу крестиков не знаю василия тысячу или нет на самом деле у меня норма где-то 600 крестиков в день больше 600 я уже устаю так речик речик почему когда я начинаю снимать это всегда начинаешь беситься и рычать ах ты хвостик все передвинулая пяльца мы сейчас посмотрим сколько крестиков я вышью и как это будет выглядеть заметно будет или нет продвижение так прошло два дня надеюсь вы заметили разницу продвижения за два дня мне удалось выше тысячу три 300 крестиков ну для меня это многовато сначала был дождь никуда не ходила потом жара была выше 30 тоже я особо никуда не хотела поэтому удалось повышевать вот как видите очень хорошо продвинулась вот так когда два кадра рядом предыдущие и вот этот следующий спустя два дня я думаю что продвижение заметны мне задавали вопрос как вышивается золотое руно есть ли одиночки нет одиночек практически нет все большими вот такими логическими участками вышивается легко я бы даже сказала быстро вышивается единственное что неудобно именно вот в этом наборе это огромный формат превью картинки вечно ее куда-нибудь убираю когда формата 4 то я вам ее показываю эту картинку а здесь огромный формат а3 надо вырезать наверное серединку что-то мне жалко было вырезать но в общем я вам картинку буду вставлять чтобы вы поняли о каком сюжете идет речь в общем это три богатыря в общем все что получается мне нравится и еще у меня есть один маленький процессик он у меня не дошит я еще не закончила я думаю самое время взять его с с собой поскольку сейчас лето рыбалки природы начались выезда на природу и беру с собой маленькие процессики на пластиковой конве это очень удобно брать с собой на природу небольшие вот такие наборчики на пластиковой конве 1 уже такая матрешка у меня вышита их всего четыре времена года вот такая вот девочка уже здесь бэкстич в общем полностью закончена передняя половинка и еще есть вот такая задняя половинка я ее еще не начинала поэтому если будем выезжать на природу вот такая у меня сумочка для того чтобы дождь пыль не попадал туда в общем все сейчас сюда сложу и буду эту сумочку брать с собой поэтому из маленьких процессиков наверно хочется все таки вот эту закончить хотя нет хочется начать что то новое но надо завершать надо завершать это еще прошлым летом я брала на природу и вышивала вот такую вот красивую девчушку нужно обязательно ее завершить кстати внучка с удовольствием играет с маленькими игрушечками поэтому надо дошивать я правда сюда веревочку крепила крепила ну то есть делала их все как елочные игрушки у меня есть отдельное видео про пластиковую канву как оформляю магнитики чем клею длинное видео очень подробное если вам интересно то можете в предыдущих роликах поискать посмотреть а также есть у меня отдельный плейлист обо всех моих готовых работах если вам нравятся мои видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами была инесса всем желаю удачи пока пока удачи